всем привет вы на канале демосквин с вами максим и оля и сегодня у нас история из цикла мы жили бедно а потом нас обокрали все кто следит за нашим каналом знают что я работаю в сфере постройки маленьких сарайчиков на задних дворах у американцев и многие кто следит за каждым нашим роликом уже догадываются что вот этот хвостик у бегемотика не просто так вот этот хвостик то этого бегемотика да я стал ледом у меня теперь своя команда свой трак своя телега трейлер это называется по-американски для того чтобы построить сарай огромное количество инструментов начали начиная от электроинструмента заканчивая пневмоганами для гвоздей гвоздей разных вот таких это сайдинг гвозди их ими забивается сайдинг сбивается сарай между собой вот такие мы называем их 16 гвозди или фреймовые ими мы например протолачиваем трассы стропила и вот такие вот гвозди этими гвоздями перебивается мягкая кровля шинглас соответственно три вида гвоздей три вида ганов все это необходимо для того чтобы строить сараи но преступники об этом не догадываются они думают что все это покупается для того чтобы они стали немного богаче вот это поворот а вот это ганы те самые этот царь ган папа ган для фрейма которым сбиваются полностью все каркасы это сайдинг ган для тех самых с один гвоздей а это руф ган для крыши руф это крыша руф это крыша примерно такой комплект ганов стоит около 1000 баксов без них построить сарай практически невозможно поэтому все эти три гана у меня есть а точнее сказать были а как сказать были или есть вы же вроде как видите но вроде как ролик про то что их нет не понял в общем к чему я все это рассказываю вы наверное уже видели ролик обзоре нашего потрясающего района вы видели насколько он красивый тихий спокойный насколько здесь хорошо насколько здесь вот дети могут ходить потому что никто особо чужой не ездит и собственно вот в этом самом потрясающем красивом районе однажды в субботу посреди дня когда мы просто отъехали в магазин вернулись домой мы увидели примерно вот такую картину вот здесь ставим фото видео мы не сделали потому что морально мы были к этому не готовы я был очень расстроен мы приехали вот этот вот мой замечательный чемодан который на тот момент не обладал вот такими замками имел только стандартные замки здесь был просто вот так вырван с мясом от отогнут и они вытащили из него все что смогли достать а это полностью все три гана у меня был такой же макитовский фрейм ган у меня был точно такой же макитовский руф ган еще вместо метабовского у меня был сайдинг ган дэволт совокупно они стоили тысячу баксов они повыдергали отсюда все что могли все инструменты электрические включая даже батарейки и зарядник дэволт суммарно примерно на тысячу долларов не смогли они унести только циркулярную пилу потому что это были какие-то умственно отсталые преступники один край здесь второй здесь они вырвать не стали они корячились они вытаскивали через вот такую щелку все инструменты короче чтобы вы понимали это было в субботу днем как-то все дома вообще все дома какое-то время они утонут ковырялись корячились почему мы знаем что это было днем потому что мы уехали в час ящик еще был цел вернулись мы где-то наверное часа в четыре или в пять а ящик уже был нет как говорят оптимисты наполовину полон у меня там лежало два молотка обычных до который можно достать ломануть вот эту вот фигню там еще стоял компрессор то есть они могли взять еще компрессор они могли таки достать циркулярку они могли достать даже все ручные но и поскромничали не может они пожалели этот ящик был взломан и суммарно где-то на 2000 долларов не включая мелкий ручной инструмент потому что он остался шнуры пневматические мои эти шланги компрессор это осталось и хорошо что в этот момент нам нужно было уезжать в санта-барбару кто не смотрел видео про санта-барбару давайте оставим его здесь съездили мы потрясающе и это было большое было большой удачей потому что в моменты когда я взял себе отпуск на санта-барбару мне не нужно было строить сарай я просто смог заказать найти собраться с мыслями найти все новые себе инструменты и прикупить их это что вы видели сейчас те ганы которыми я работаю они бьют как новые потому что что потому что они есть новые круто да это ж круто да то есть меня суммарно обокрали где-то на 2000 баксов которые мне пришлось снова вложить потому что американцы не могут без сараев кто-то должен этому городу нужен новый герой который построит им сарай в общем вот так получилось и конечно же я был дико расстроен сейчас предприняли мы все меры это вот такие вот замки сегодня я кстати жене еще не рассказывал я придумал классную тему я хотел вообще полностью поменять тулбакс вот этого алюминиевого на металлический более прочный на сегодня мы с моим хелпером с виталий ходили в магазин инструментов а это большой очень магазин знаешь что там видел жена сейфы сейф я говорила сразу нужен сейф оружейные они ну примерно такой же ширины высотой поменьше сейфы нам нужен я подумал так может мне нужен сейф просто там но они дороговато как бы они новые нам найти бушный сейф и приделать сюда сейф и подвести к нему ток да не надо просто не сломаешь мне кажется его надо будет отпиливать вот так часть телеги чтобы короче это будет наверно следующим шагом которые предприму еще мы добавили системы видеонаблюдения везде где могли добавить мы не будем говорить где потому что если ты смотришь преступник ничего не узнаешь но мы узнаем про тебя все но вот на то все говорят что у нас это только розовые единороги прыгают в наших роликах а лишь какая тут преступность до преступность процветает не варим короче как мы поступили в этой ситуации ну кроме того как то что я навзрыд рыдал я еще думаю ну страна правовая видимо тут нужно сделать что-то и позвонить в полицию но для того чтобы позвонить полицию я позвонил своим знакомым узнал стоит ли звонить в полицию они сказали не парься никто ничего не будет искать никого же не убили никого же не убили и тут я почувствовал себя как дома никто никого ничего не будет искать короче в общем заявлять я в полицию не стал мы даже прошли по соседям у некоторых из них есть камеры вот там я примерно знаю что это за машина была на которой украли потому что вот там у соседки есть камера и камера которая она зафиксировала короче только включается на движение поэтому если ты смотришь в общем но самого момента кражи нет на видео есть камеры у того соседа но они то ли не работали в этот момент в общем теперь у меня есть свои не переживать перезнаю буду знать их все я буду мониторить каждый день еще когда ты будешь проезжать здесь переодетая собака помни что у меня есть два молотка и 16 ган а знаешь как глубоко проникают из него гвозди не подъезжай больше сюда это было не просто смело это было как смело так нас оба крали но для меня это был прекрасный повод сменить полностью свои инструменты потому что первые деволтовские инструменты которые я купил они были слабоваты мне не очень нравились видимо вселенная услышала мой запрос нужно правильно формулировать свои желания и в следующих эпизодах я покажу вам что мне пришло в замену в общем ну как сформулировал так сформулировал уже теперь зато у меня теперь новые пилзы помощники в общем ко мне сегодня пришли новые игрушки и благодаря тому что какие-то плохие люди похитили мои инструменты у меня теперь набор инструментов the load xr это более мощная серия и теперь мои пилзы будут еще круче давайте вместе посмотрим что он у нас приехал а я очень долго его ждал потому что нигде в магазинах именно такого набора нет я его нашел в лоусе я его ждал откуда-то из сан-хосе или откуда в таком чемодане он идет чемоданку хорошего добротный на колесах вот пошло дело вот такой штуки у меня даже не было а угадайте что угадайте что я знаю жена у меня знает мы делая с ней кресло одерандак вместе она вот этой штукой пользовалась даже фоточку кстати можем вставить до каких были пола шинка ну кстати здесь она очень даже сгодится я очень рад что она у меня появилась потому что ей можно шлифовать например если делаешь гипсокартон если вдруг кому-то надо делать наш сарайчик мы можем это сделать ставим гипсокартон затираем листы и прошлифовываем короче здесь должна быть к ней мешок для сбора пыли либо можно сюда подключать пылесос так вот это скажи уже гораздо интереснее игру смотри какая игруха иди посмотри какая хорошая дрелька ничего у меня будет смотрите во первых она бесщеточная а до этого у меня была очень слабенькая маленькая дрель она мало того что бесщеточная у нее можно ударный делать этот короче поддалбливать она может и у нее металлический патрон очень классно прям такая увесистая вот здесь регулируется что-то у нее регулируется тут а день ночь свет фонарик короче еще есть так вот эта фигня я не знаю зачем она что это вообще короче это как маленькая болгарка сюда ставится маленький такой отрезной диск честно вообще не знаю что может кто-нибудь из подписчиков тебе подскажет для чего это так она режет вот так а я знаешь я такие видела в этом в магазинных тканей когда они кромсают это маленькая циркулярка но с отрезным диском как у болгарки может даже кстати тут есть что-то да он до кусочек вот он кстати мешочек для сбора пыли ну как он маленький что тут соберешь ё-моё есть хорошо удобней так это ух ты это для вот этой фигни как раз похоже тоже можно ставить и подключать пылесос это наверно как плитку резать очень классно плиткорезик так ну и собственно сами диски-то где-то тоже на чё-то пылесос что подевали слушай такой же посерьезнее что у меня у той циркулярки даже не было вот выхода куда должна стружка лететь так это запчастинки для судороги это зажим для шоуферку диски вот они компакт диски вот маленький как болгарочный диск есть отрезной алмазный диск вот это кстати как раз можно плитку резать прикольно ладно с этим будем разбираться ну в общем такой тут есть на нрячь зарядочка потому что одна у меня ушла было у вот она короче что у меня не единственный из инструментов который остался из моих это было шахулярка потому что они не смогли ее быть выволочь туповатые были они не смогли от ковырнуть второй хотя у меня в ящике лежало два молотка можно было просто взять и вот так сейчас все секреты расскажешь чтобы следующие приходили да я просто не сделаешь там все уже папа починил там уже короче короче вот эта вот циркулярка сильно круче чем та что у меня есть она сильно мощнее она тоже бесщеточная то есть она во-первых экономит батарейки во вторых она мощнее крутит она вот даже в руке тяжелее сильно ну так увесистее такая сопливая оба хотя у нее а нет вот кстати у нее есть место куда должна выходить вся стружка то есть вот она так пилит наматывается стружку сюда и она отсюда будет вылетать хотя скорее аккуратно скорее всего вот эта штука как раз для нее где-то она ставится чтобы подключить пылесос при сильно большом желании так не пилить бы никому голову ну смотри давай аккуратно да ладно ладно смотри смотри мой помощник Виталя особо негодовал и желал всяческих страданий людям которые украли вот эту штуку очень она ему понравилась этот инструмент как мультитул сюда вставляется пилка даже она где-то вот была вот так делается короче хоп быстро зажимной механизм чик и вот эта штука так делает можно поставить ее под разными углами как тебе удобнее работать так может сбоку короче вот этой пилкой можно подпиливать там очень ювелирно пластик выпиливать дипсокартон под розетки на них даже есть раз насадки в виде розеток ну короче так вот в америке здесь розетки делают квадрат прям квадрат такой ставишь зубцами прислоняешь к стене делает ровный квадрат да ровный квадратик чисто под розетки круто короче вот такая штука ой хороший импакт импакт у меня был он в принципе был тоже неплохой тоже был бесщеточный уже по моему но это xr это помощнее у него три режима здесь ставится мощности импакт это такой ударная дрель что ли короче она не просто закручивает например самореза но она еще и подбивает момент они максимально одновременно и отвертка и молоток да здесь короче фонари подсвечит как очень классно вот этот импакт последние несколько дней я брал у вадима примерно такой и виталя очень доволен говорит он сильно круче чем тот который был у нас сабля у меня была самая дешевая сабля в наборе сабельная пила сюда вставляется пилка она как ножовка обычная только она сама это делает ты на кнопку нажал и не надо вот так рукой муслюкать она сама это за тебя делает вот это она бесщеточная мощнее она удобнее даже эргономичнее в руке лежит несколько дней мы работали вообще без нее я купил ручную за 10 баксов пилу и виталий у меня пилил короче а надо было такую еще которую с двух сторон тянуть ну перевернишь ты нормально ну талон перевернуть пара батареек потому что все почти батарейки все батарейки умыкнули у меня оставалась всего одна в загашнике в траке я всегда возил с собой одну заряженную батарейку для того чтобы если вдруг я забуду там сумку с батарейками где-то свою хотя бы нож спрячем человек в общем у меня то батарейка которая запасная она осталась она оставалась только одна так мы пожалуй это все здесь две батарейки пока 2 1 у меня как раз шестерка осталось это иксарные пятерки и шестерка в принципе для того что нужно нам строить сарае два глаза хватит так что-то у тебя там помощник твой можно в путешествие с ней можно ездить классная сумка себе во первых она форме держит во вторых у нее здесь есть всякие места сюда можно биты положить сверла например все так в нее все тусы скидал скидал опять в одном место положила все очень удобно вытаскивать знаешь целых сумкой вытащил и все и вообще отлично ну например шлифмашинку я не буду с собой возить вот эту фигню я тоже не буду с собой возить это будет отдельный случай лежать а вот так пять штучек курсов входит отлично и батареечки батареечки понятно сюда как бы войдут давай тут всех интересует сколько такой набор стоит 600 долларов налогами 650 я отдал доставка была бесплатная вот такой у меня появился чемодан шумодан ручная платье 600 долларов это дорого или недорого 650 слушай но это за 7 тулсов очень хорошая цена потому что это 7 инструментов иксарных плюс две хорошие батарейки пятерки это не двойки какие-то вот у меня в том наборе были двойки которые сразу по сути выкину не хватает что три и шурупа закрутить вот эти пятерочки это очень хорошая цена но и этот набор не найти нигде только у тебя да такой только у меня и майкл джексон ну и поскольку мы с вами были обворованы наглым образом она как-то восстанавливать свое финансовое положение поэтому зарабатываем в америке как можем и сегодня мы с вами попытаемся стать долларовыми миллионерами пойдемте покажу есть склад драгоценных металлов короче в америке баночки можно сдавать в россии тоже можно сдавать в общем мы посмотрим стоило ли нам их вообще копить сколько мы сегодня с вами заработаем у нас тут приличное количество такое мешок такой еще один и вот короче нормально расскажи сколько времени до например но я думаю месяцев 8 до долга месяцев 8 наверно да мы просто короче сортируем мусор и вот алюминиевые банки нам не составляет труда просто откидывать в отдельные мешки бутылочки не выбрасывайте пожалуйста тихо 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 сейчас все расцепится мы заколебаемся собирать мне кажется да все положи в этот завод кому-то amazon приехал а не понашали душ а чё мы что-то заказывали заказывали security пакет нет а да я забыла камеры видеонаблюдения отворю да 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 вот это нам привезли камеры вот это прям дед морозовский мешок вот выясним стоит ли вообще их собирать или на самом деле на каждой баночке написано цена сколько она стоит если посмотреть то можно примерно предположить сколько бабла мы заработаем не так нельзя сделать потому что я еду просто сдавать на ближайшие заправки они там что-то по весу просто принимают и все смотрите шли камеры видеонаблюдения батарейкой с этим сразу короче все транслирует мне на телефон когда злоумышленники появляются поле зрения не сразу приходит уведомление все я все приехали на цепи ган стреляем в задницу в общем пункт приема алюминиевых банок и прочего вот этого барахла цвет мета или как это правильно называется у нас находится буквально в пяти минутах езды у нас стоит прям контейнер на заправке и в общем прямо туда мы сейчас с вами и направляемся вот она эта заправка мы называем ее корова потому что на ней стоит корова а вот пункт приема вот этой всякой тары и алюминиевые бутылочки принимают баночки и пластиковые в общем цену всех напитков включена стоимость тары и ты вроде как по закону можешь ее себе вернуть так приехали теперь нам нужно получить вот такую тару куда мы будем складывать эти банки и посмотрим сколько еще стоит оператора сейчас со мной нет поэтому придется мне все делать одной рукой одной рукой снимать одной рукой вытряхиваем наш первый мешок у юма и он уже почти полный бак вот столько у нас получилось всего с одного большого мешка так что сейчас продолжаем с вот этими мешочками поменьше короче получилось три вот таких здоровенных ведрища так пойдем считать наши баснословные барыши ухты сколько много грязных зеленых бумажек думал с бомжами буду в очереди сдаться за сдачу нет вроде приезжают так нормальные люди какие-то что-то там копят видать мужик до меня сдавал вот на черной тачке который стоял он все подряд привез там что-то он видимо сортирует пластиковые бутылки алюминиевые банки стеклянные все сдал поехал сейчас давайте посчитаем и скажу сколько получилось и того считаем вместе с вами двадцать тридцать тридцать пять шесть семь восемь девять тридцать девять почти сорок баксов в общем сдать удалось на 40 долларов я так округлю потому что там было тридцать девять семьдесят пять восемьдесят восемьдесят два цента короче 40 долларов не знаю много это или мало считайте сами но честно говоря мне не хочется захламлять свой backyard складывать эти банки ради вот таких денег но с другой стороны вроде как деньги из ниоткуда то есть я уже давно бы эти банки выбросил а так вот ехал по пути и закинул банки на сдачу можно заехать емотика покормить как раз на 40 долларов что там ну чуть меньше пол бака брызгануть ему ну а чё тоже на дороге не валяется как говорится в общем долларовыми миллионерами нам пока стать не удалось интересно может надо сдать целую телегу таких банок сколько надо стать сдать банок чтобы стать долларовыми миллионером но вообще в целом как бы да очень хотелось бы узнать ваше мнение напишите как вы считаете много или мало 40 долларов стали бы вы вот так банки сохранять копить ну чтобы их сдать и получить вот эти деньги или нафиг не надо вот прямо интересно что думаете вы по этому поводу делитесь в комментариях блин только что такая прикольная картина была жалко не успел камеру достать подснять короче полицейский на мотоцикле остановил все движение меня вот преградил горит не ехай потому что у мужика из загона убежали козы и давай бегать по дороге в общем полицейский сопровождал мужика чтобы он своих коз загнал обратно домой вот но мы все постояли подождали люди на теслах там на всяких машинах останавливаются ждут пока вот две козочки пройдут домой короче америка становится страна контрастов но это на самом деле наша реалинда это такая деревня внутри сакрамента и мне тут очень нравится такой вайп реально деревенский спокойный здесь коровы пасутся у людей мы даже в шорцах показывали как-то этих коровок лохматых таких с большими рогами козочки у людей гуляют кони тут можно приехать в магазин реально кто-то приезжает на траки кто-то там на тесле кто-то на мотоцикле на байке и рядом мужик на лошади прискакал там что-нибудь ковбой такой слез в лошади пошел в магазин очень прикольно ну вот лично мне очень по душе такая атмосфера какая-то расслабленная такая классная это наша реалинда ну кому деревне не нравится то наверно не подойдет такой образ жизни ну мы правда сами не на рио линде живем конечно но она очень рядом с нами по соседству и можно наблюдать всех этих животных такую расслабленную куда с фермерскую жизнь у людей тут очень большие участки кстати у людей по одному акру это примерно 40 соток там по 2 акра и да все короче раз глагольство в общем вот такая история мы живем в прекрасном районе прекрасном тихом спокойном где соседи изредка видятся друг с другом всегда улыбаются здороваются но при этом произошло вот такой вот чудовищное грубые восхищение века когда мы позвонили знакомому копу и говорим ну как же так мы же живем в хорошем районе но у нас есть знакомый коп прикиньте да это кстати о том что надо знакомиться расширять свои социальные связи о чем мы часто говорили у нас есть даже знакомый коп которому можно позвонить и посоветоваться в общем я позвонил ему и спросил стоит ли мне писать заявление он говорит ну слушай писать заявление же лучше чем не писать но правда дал мне понять что супер сломя голову никто их искать не будет если вдруг где-то там случайно они каким-то образом найдутся может быть их накажут в том числе и за мои тулсы но мне-то от этого не легче и следующее что я у него спросил ну как же так в прекрасном районе тихом спокойном он сказал что для своих злодеяний они выбирают такие прекрасные тихие районы где где люди короче теряют бдительность дома сидеть да во первых теряют бдительность ну типа у меня же классный район во вторых они думают окей каждый сидит за своим забором тихонечко занимается своими делами и даже вот так средь белой дня в субботу в выходной день когда все дома никто ничего не видел никто ничего не слышал и не было на улице и хватило где-то наверное ну не знаю минуты три на на все это мероприятие для того чтобы украсть и уехать незамеченно он говорит в плохом районе такое ограбление совершить гораздо сложнее потому что возле каждого дома на своей заваленке или как-то в своем крылечке может сидеть сосед покуривать травку и бдеть что происходит вокруг поэтому так все подумайте еще где лучше жить в хорошем потрясающем районе солнечном ухоженном или где соседи куба куривают травку но поглядывать что где происходит расстраивались мы конечно расстроились я посмотрите какое заплакан конечно давайте чуть приятно короче да да неприятно было ну было неприятно две две тысячи баксов но не супер критично то есть окей да это конечно не дай остров это ударило по карману но это не катастрофа и ну прям знаете как мы решили главное все здоровы главное все живы здоровы и вы знаете это произошло примерно в тот момент когда в москве произошла произошел теракт да произошла трагедия в крокус сити холли по моему трагедия это произошла в пятницу а у нас это случилось в субботу да и в первый момент когда я расстроился а потом зашел домой и говорю слушай это такая пыль то что произошло у нас да это такая такое ничтожное вообще событие в мину в мировых масштабах а где-то люди потеряли своих близких своих родных и ну типа это вообще ни в какое сравнение не идет а у нас все живы все здоровы и все прекрасно поэтому стоит ли нам расстраиваться две тысячи долларов это точно не не та сумма из-за которой стоит расстраиваться и предаваться вселенскому горю к чему короче этот ролик а чё это заканчиваем что да к чему этот ролик да просто надо искать положительные моменты и даже в отрицательных и когда вы говорите что мы в розовых очках да мы просто так смотрим на жизнь есть моменты в жизни которым можно радоваться несмотря даже на такие мелочи радуйтесь не грусти а то грудь не будет расти в общем вот такой интересный ролик у нас не знаю напишите как вам вообще история понравилось интересно было все друзья целым целым сосед сейчас подошел подошел сосед сейчас и говорит что пришло время для сланцев долгое время для сланцев да ну только у них нету такого слова как сланцы не но как-то так назвал надо как как босоножки а еще такое говорит может и мне стриганешь шутник цена вопроса вопрос теперь как мы это вас не мы во всем этом поговорили он американец надо спросить сколько он платит а ты муж любку пойдет подработает пострижет на теперь же надо как-то зарабатывать окупать новые инструменты сейчас вот этот дом причесывать кусток